Привет, это новости кино и шоу-бизнеса от Дэнай ТВ, и сегодня вы узнаете, как Маккали Калкин сходил на викторину. Ну, меня перед игрой моя жена погонял разными вопросиками. Что терпеть не может Брэдли Купер. Я их как режиссер ненавижу. Спасибо, что поддерживаете Бэтбойс Блю. Интервью с легендой диско, многообещающей картины с Адамом Сэндлером и Николь Кидман. Мне нравится, что ты здесь. Ну, прекрати. Что там за новый фильм о чемпионате мира по футболу? Мы будем сражаться. Самолет президента, как он выглядит? Друзья, мы на стратегическом объекте. Да-да, это борт номер один, на котором летали президенты США. Вас ждет насыщенный и разнообразный выпуск. И с нами сегодня играет наш гость из Нью-Йорка, Маккали Калкин. Да, друзья, чем ближе к Новому году, тем чаще мы вспоминаем этого актера. Маккали появился на телевикторине «Селеберти Джо Парди», где звезды меряются интеллектом, а выигранные деньги передают на благотворительность. Так, а кому вы передадите деньги в случае выигрыша? Ну, я передам все средства зоопарку в Сан-Диего. Зоопарки, ремонт. Желающие могут взять зверей домой. А противостояли Маккалию в этой игре актриса и сценарист Рэйчел Дрейч и ресслерша Бекки Линч. Ну, меня перед игрой моя жена погоняла разными вопросиками, так что я готов. Хотя я все равно волнуюсь и немножко боюсь. Дети боятся темноты. Ты тоже ее боишься, ты же знаешь это. Смотрим на экран, отвечаем и не боимся. И кто же здесь в итоге победил? Ну, ресслерша интеллектом, увы, блеснуть не смогла, а в схватке между Маккалием и актрисой выиграла с преимуществом всего в один доллар актриса. Так что Кевина Маккалистера кинули. Мерзкая зваль. Ну, а это же игра, никто не расстраивается, верно? Ну, как сказать. В общем, что было потом с этим ведущим, вы и сами знаете. На вина Дизеля подали в суд. Да-да, истории про сексуальные домогательства из далекого прошлого по-прежнему продолжают всплывать. В этот раз бывшая ассистентка Дизеля внезапно и очень резко вспомнила, как еще в 2010 году актер набросился на нее в отеле, ну и провел с ней свой форсаж. После чего агентство ее сразу уволило. Дизель еще никак не прокомментировал ситуацию, но история выглядит слабо. Вполне возможно, что кроме внезапного увольнения, правды там больше не будет. А как думаете вы, смог бы такое совершить любитель семейных ценностей? Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. За семью. За семью. Вышел тизер нового фильма с Адамом Сэндлером. В этот раз знаменитый комик перевоплотится в, не угадайте, в «Космонавта». Это экранизация фантастического романа Ярослава Калфора «Космонавт Богемии», где по сюжету все космические державы отказываются отправить своих представителей исследовать загадочное явление. И вот лишь одному добровольцу предстоит отправиться туда, чтобы много чего там пережить. Картина выйдет в марте 2024-го. Если любишь фильмы про космос, ставь плюс в комментариях. Netflix выпустил трейлер документального фильма «Капитаны мира», который посвящен прошедшему чемпионату мира по футболу. А ну собрались, твою мать! От раздевалки до поля, от отчаяния до победы. Фильм покажет самые важные и интригующие моменты. А также интервью с главными звездами. Криштиану Роналду, Мбаппе, Месси и многими другими. Давление. Здесь все чувствуют давление. Но это же чемпионат мира. Тут всем сложно. Психи, нервы, эмоции и долгожданные победы. Мы будем сражаться. В общем, всем любителям футбола будет интересно. Картина «Капитаны мира» уже выходит на Netflix. Брэд Питт в перерывах между съемками новой спортивной драмы о пилоте «Формулы-1» продолжает зажигать с Инесс Деррамон. Сначала их вдвоем видели в Париже, где Брэд снял номер в отеле за 6,5 тысяч долларов. Там они отпраздновали его юбилей 60 лет. А затем улетели в Лос-Анджелес, чтобы отпраздновать уже ее день рождения. Инесс исполнилось 31 год. Там Брэд вышивал в модной кашемировой рубашке за 6 тысяч долларов и выглядел довольно-таки счастливо. Так что и дни рождения рядом, и общий язык нашли. Что думаете, новая любовь? Сучка крашена. А вы знали, что Брэдли Купер ненавидит стулья? Ну, у меня на съемочной площадке нет стульев. Я их как режиссер ненавижу. Вот он как сел и сразу расслабился, но оно забирает энергию. Поэтому я люблю с планшетиком в руках, мотаться с остальными и никаких плейбэков и стульев. Вы не имеете права выносить мебель! Это произвал! Брэдли Купер пообщался со Спайком Ли. Как известно, они оба уже побывали по разные стороны кинокамеры и понимают, что такое играть в кадре, а что такое контролировать весь процесс на съемочной площадке. Ты понимаешь, я уже более 20 лет играл как актер в разных фильмах и выучил весь процесс от и до. Поэтому живу не только своей ролью, а понимаю всю историю в общем. Главное, чтобы ассистенты не мешали. Вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову. Напомним, что Брэдли сейчас активно продвигает свой новый фильм «Маэстро», за который его уже номинировали на «Золотой глобус» и вполне возможно, что он получит номинацию и на «Оскаре». Я люблю актерскую игру, но всегда знал, что именно весь кинопроцесс – это то, что по-настоящему меня зажигает. Поэтому, когда я приглашу тебя сыграть в моем фильме… Ха, так это ты меня пригласишь, а я-то думал, что это я тебя приглашу. Окей, окей, я готов. Ну что, как думаете, кто чье предложение примет быстрее? Принимаю твое предложение, Кейт. Ты когда-нибудь позировала, обнаженный? А у нас с тем временем традиционная минутка благодарности. Двина ТВ говорит огромнейшее спасибо всем тем, кто под каждым нашим выпуском оставляет интересные и развернутые комментарии. И в этот раз в топ-10 вошли. Наталья Муркаева, Надя Ок, Кристина Яницкая, Андрей Петров, Урфин Без Джуса, Вика Сердаковская, Раб Божий, Ляна Молкастом, Кэти Николь Праймери, Ани Эй. Это, конечно же, далеко не все. Друзья, вас очень много, и мы обязательно будем благодарить всех самых активных в каждом выпуске. Продолжаем. Амазон представил трейлер нового сериала с Николь Кидман под названием «Экспаты». Мне нравится, что ты здесь. Ну, прекрати. Сериал основан на одноименном романе писательницы Дженни Сли и расскажет о судьбах иностранцев в другой стране. А ты хоть представляла, что будешь жить совершенно другой жизнью? В общем, кто еще помнит молоденькую Николь Кидман в сериале «Бангкок Хилтон» явно проследят аналогию, что актрису сюжетная судьба вновь закинула в Азию. Правда, теперь в Гонконг. Сериал выйдет в январе 2024. Всем поклонникам творчества Николь Кидман и тем, кто в теме жизни за границей, должно быть интересно. Кэмерон Диас, который уже 9 лет в отношениях с Бенджамином Мэддоном, озвучила в одном подкасте популярную нынче тему – гостевого брака. Ну, то есть, когда можно жить в разных домах и лишь приходить друг к другу в гости. Хочу, чтобы это был и мой дом тоже. Дорогай, но это и так твой дом, иначе почему ты здесь постоянно убираешься? Ну, то есть, если вы поругались, то не нужно терпеть другого над душой, а можно ему сразу сказать «выметайся». То же самое она сказала и о спальнях. То есть, это должно быть нормой, что у каждого есть своя спальня, а вот одна должна быть общая. Ну и если ты не в духе, то и незачем возвращаться в общую. Зачем? Зачем возвращаться из-за глупой кошки? Да, а как вы относитесь к такого рода отношения? Четко. Получается у вас действительно. Друзья, каждый ваш лайк и комментарий помогает продвигать это видео. Поставьте плюс или напишите какую-нибудь ерунду. Продолжаем. А между тем, 27 лет исполнил знаменитому 90-х боевику самолет президента. Борт 01 к взлету готов. Спасибо за гостеприимство, Москва. Перекройте! Пошли, пошли! Главные роли в нем сыграли тогда Харрисон Форд. Вы узнаете меня? Я президент Соединенных Штатов. Гэри Уолдмен. И Глэн Клоуз. Президентский самолет Борт 01 захвачен террористами. А режиссером картины стал известный немецкий фильмейкер Вольфганг Петерсен, подаривший нам такие известные фильмы как... Трое. Нужно по-настоящему изолировать больных от здорового. Эпидемия. Сюда я нашел выход! Посейдон и многие другие. Но вернемся к сценарию президентского самолета. Какие есть сценарии для воздуха? В воздухе не может быть сценария. Но сценарий был ясен. Как президенту можно было вырваться из лап террориста, находясь в самолете вдали от своих спецслужб? У тебя выбор есть. Это твой единственный шанс. Нет. Несмотря на определенные клише и киноляпы, боевик занял свое почетное место в плеяде других экшен-фильмов 90-х годов. Поднял жанр экшена на совершенно другую высоту. А именно высоко в воздух, да еще и святая святых, президентский самолет и задействовав при этом таких звезд кино. Кассовые сборы почти в 4 раза превысили изначальный бюджет фильма. А сама тема использования самолета как главной локации и места действия фильмов с тех пор стала гораздо популярней. Друзья, мы на стратегическом объекте. Да-да, это борт номер один, на котором летали президенты США. Поэтому как только у нас возникла возможность и самим вживую посмотреть на борт номер один, то мы это с удовольствием сделали. Итак, сегодня в рубрике «Трэвел» мы отправимся в президентский центр имени Рональда Рейгана в Калифорнии. На содержание секретной службы американского президента тратится почти 2 миллиарда долларов в год. И это больше, чем годовые бюджеты некоторых маленьких стран. Но за океаном считают такие цифры вполне оправданы, ведь на американских президентов было совершено много покушений. А значит, им нужно организовать надежную защиту и, что немаловажно, безопасный транспорт. Добро пожаловать на борт номер один или в самолет президента США. Это воздушное судно – самый популярный экспонат президентского центра имени Рональда Рейгана в Калифорнии. Строительство комплекса обошлось в 60 миллионов долларов и длилось почти 4 года. Борт транспортировали сюда по частям. После возведения павильона самолет собрали как музейный экспонат. Кабина пилотов по правую сторону. Салон слева. Сейчас вы увидите, что самолет на самом деле не такой же большой. Здесь, как правило, лежал чемоданчик с кодами запуска ядерных ракет. Вот там был кабинет президента. Рейган, например, всегда использовал свое время в самолете, чтобы писать речи и официальные письма. От Никсона до Буша-младшего семь американских президентов летали именно на этом воздушном судне. В распоряжении нынешнего главы США уже другой борт, но внутри он устроен практически так же, как и его предшественник. Здесь сидели помощники лидеров страны – доктор, секретарь, а также военные. Учитывайте, что тогда еще не было компьютером на борту, поэтому секретарь набирал все, что говорил президент на печатной машинке. А вот позади меня небольшая кухня. Рональд Рейган, например, был скромным человеком, который любил простые блюда – макароны с сыром, мясной рулет и шоколадный пирог. А вот этот вертолет перевозил тоже немало президентов США. А конструировал его киевлянин Игорь Сикорский. После того, как убили Кеннеди, президент Джонсон принес присягу на борту главного самолета. А уже этот вертолет доставил его в Белый дом. Как известно, Сикорский открыл в свое время авиационную компанию в США, которая стала настолько успешной, что ее вертолеты заказывали даже американские вооруженные силы. Должность американского президента, возможно, самая опасная в мире, и никакая секретная служба не может гарантировать полную защиту от безумцев, претендующих на известность. Спасибо, что поддерживаете Бэтбойс Блю. Итак, сегодня в рубрике «Ленидарные музыканты» мы проведем онлайн-интервью с единственным представителем золотого состава Бэтбойс Блю – Джоном Маккинерни. Привет, рад пообщаться с вами. Друзья, всем, кому интересны другие легенды из мира музыки, предлагаем также посмотреть наш сюжет из Ринга Старым из Битлз, Брайаном Мэем из Квинн, Стивом Морсом из Дипепл. Ссылки в описании. И да, не забудьте подписаться на Дейнайт ТВ. Кёльн. 1984 год. Группа интернациональных продюсеров собирает трех парней из разных стран. Бэтбойс Блю. Первый был Ямаец, второй из Лос-Анджелеса, это Штаты, третий из Ливеркуля, Великобритания. Вот все они решают заняться музыкой. Конечно, у каждого была своя профессия. Они работали совершенно по разным направлениям. Никто, собственно, не верил, что это зайдет так далеко, и они будут выступать не только на сценах каких-то местных клубов, а будут даже гастролировать. Даже забегая наперед, можно сказать, что в конце 80-х их популярность была настолько велика, что они вот смело конкурировали с Modern Talk'ем, особенно в Восточной Европе и в Советском Союзе. Песни Бэтбойс Блю стали настолько популярными, что за рубежом, там, где про авторское право еще не знали, ну или как бы не хотели знать, начали откровенно кое-что копировать. Узнаете начало? В общем, пока все ругают Филиппа Киркорова, считая его главным плагиатором постсоветского пространства, оказывается, что Олежка Газманов откровенно сплагиатилу Бэтбойс Блю начало песни для своих мыслей. Еще в 1990-м. Внимание, интересный факт. Можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и плагиаторов, которые отстаивают свои авторские права в Ютубе на песни, которые сами же и украли. Во время создания этого ролика никто, включая оригинальную группу, не предъявил нам права на фрагменты треков. Кроме самих плагиаторов. Вот так и живем. Бэтбойс Блю. Как возникло, во-первых, это название? Изначально ребята хотели называться Бэтгайс. Просто плохие ребята, плохие парни. Потом Гайс их что-то смутило, они решили поменять на Бойс. Ну, мальчишки, вот, в общем, парни. Немножко помягче. Потом решили добавить еще Блу аккуратненько. Вот. Неискушенный зритель может подумать, что это за Блу такое, но сразу спешу заверить, к ориентации не имеет никакого отношения. В данном случае это цвет, потому что ребята выбрали в качестве своих основных нарядов. Вот синий. Как у меня рубашка. У них были тоже синие рубашки, синие пиджаки, синие жилетки. Поэтому Бэтбойс Блю. Это были плохие парни в синих костюмах. Так и появилась эта группа. Так вот, за время своего существования группа успела уже выпустить более 20 альбомов и 40 синглов. Ну, многие, конечно, из них это аранжировки старых хитов. Впрочем, на всех концертах, конечно же, фанаты, зрители не ждут каких-то новых творческих экспериментов, новых хитов. Все, конечно же, приходят услышать те самые золотые хиты. К сожалению, Эндрю Томас и Тревор Тейлор уже покинули этот мир. И единственным представителем золотого состава на данный момент остается Джон МакКиннер. Ему, конечно, уже сейчас далеко за 60, но, впрочем, он в хорошей форме и продолжает концертную деятельность. И именно с ним мы сегодня проведем наше онлайн-интервью. Окей, Джон, привет! Всем привет! Рад пообщаться с вами. Давай вернемся в 80-е, 90-е. Вспомни самые экзотические страны, где вы были. Ой, да где мы только не были. В 80-е, например, давали концерты в Таиланде и Тайване. На Тайване, помню, мы зашли в одно кафе, где угощали мясом экзотических животных. И мне дали выпить кровь змеи. Это было очень необычно. А ты знаешь, что с твоими песнями гастролирует также ненастоящая Bad Boys Blue? Фейк. Да, это фейк. Ну, что с этим делать? Расскажи, чтобы люди знали об этом факте, что это ненастоящий состав. Ну, я контактировал с этим агентством. Они хотят просто зарабатывать деньги, используя бренд Bad Boys Blue. Я сейчас единственный оригинальный исполнитель группы Bad Boys Blue. Когда состав начал меняться с 1994 года, в группу приходили и уходили разные люди. И я долго работал вместе с Эндрю, пока наше сотрудничество не прекратилось. Но это другая история. Не знаю, в курсе вы этого или нет, но в любом случае, суть в том, что я создал Bad Boys Blue, а с 2005-го руковожу группой в одиночку. В общем, мы работали с этим типом когда-то недолго, но сейчас он поет сольно, используя мой бренд. Это очень неприятно. Если посмотрите, сзади меня увидите золотые диски. Так вот, этот парень никогда не участвовал в их создании и записях в студии. Это правда. Я думаю, что настоящие фанаты Bad Boys Blue будут расстроены, если пойдут на его концерт. Вы также посещали СССР, а потом и Украину, и Киев. Да, СССР. Это была Москва. Олимпийский. Примерно 91-й год. В общем, я помню наше первое шоу в Москве на Олимпийском. Помню, какая большая Москва. Какая широкая. Эти улицы, проспекты. Большой трафик. Ну, а сейчас, конечно, она изменилась. И Киев другой стал. Время идет. Все меняется. Большие перемены, в общем. Да, вообще, когда много ездишь, то потом трудно сразу вспомнить что-то конкретное. Когда ты в турне, у тебя всего пару дней на один город, и потом ты едешь дальше. В той же Украине я был много раз. И не только в Киеве, а и в других городах. Я выступал даже на Донбасс-арене. И так далее. Но тяжело быстро вспомнить что-то определенное. Вы понимаете, о чем я. Киев – прекрасный город. Как-то мы с моим сыном и другом приехали к вам на финал Лиги Чемпионов. Все было отлично. Единственная проблема – это то, что мы тогда не победили. Проиграли Мадридскому Реалу. Но в целом было круто, и фанаты Ливерпуля достойно себя показали. В общем, там была отличная, отличная атмосфера. Но что сделали мы с другом и сыном? Мы арендовали машину Кемпер и поехали прямо отсюда туда. Остановились на острове возле реки Днепр. Знаете, там, где переходишь мост и попадаешь на остров. Там небольшая бухта с яхтами. Там можно припарковаться, найти ресторан. Там мы и остановились, и это было замечательно. Потому что все отели были заняты, несмотря на бешеные цены. Ведь приехали все фанаты Ливерпуля. Но я знаю, что украинцы в Фейсбуке помогали людям найти ночлег и так далее. А вот и мое фото у стадиона Олимпийский, там, где проходил матч. А вот и наша машина. А кто сын по профессии? Мой сын инженер. Мой второй сын Райан, техник, который занимается окнами, дверьми, стеклом, в общем, фасадами и так далее. А какую музыку сам любишь? Это не песни Бэт Бэйс Блю. Эта музыка гораздо старее. Рок и соул. Конечно, король Элвис. Вива Лас Вегас. А как считаешь, какой песней лучше признаваться в любви? Это очень старая песня, называется Очень красивая баллада, как по мне, лучшая любовная лирика. ПалаQAn! Очень красивая баллада, очень красивая. Немного embarrassed, но если тебе не путают Всем умерEN ней на письце! я неправильно на письце! спасибо огромное пока-пока друзья всем спасибо за просмотр кому было интересно пишите в комментариях все любители диско евроденса также оставьте нам свой месседж возможно с кем бы еще из знаменитых песок вы бы хотели увидеть интервью постараемся это сделать ну и оставляйте ваши отзывы подписывайтесь на дайна тиви пока а а